20 августа в неделю 11 по Пятидесятнице православные христиане празднуют обретение мощей святителя Митрофана и епископа Воронежского. Он родился в 1623 году в семье потомственных священников. До 40 лет жил в миру, был женат, имел сына и служил приходским священником. Лишившись супруги, принял пострих с именем Митрофан. Через три года иноческой жизни иеромонах был избран игуменом Яхрамской Касминской обители. Этим монастырем он управлял 10 лет, проявив себя усердным настоятелем. Узнав о трудах подвижника, патриарх поручил ему более обширную Унжинскую обитель. Здесь будущий святитель настоятельствовал около семи лет. Обитель привлекало внимание царя Феодора Алексеевича, который посещал ее и часто беседовал с настоятелем. Когда в 1682 году была образована новая Воронежская епархия, царь предложил назначить епископом игумена Митрофана. Первый воронежский святитель ревностно заботился о нуждах паствы, искоренял нестроения и беспорядки в обителях, утверждал в них жизнь по иноческому уставу, утешал всех без различия звания и состояния, был покровителем вдов и сирот, заступником обиженных. 20 лет святитель Митрофан управлял Воронежской кафедрой. Скончался епископ 6 декабря 1703 года в глубокой старости, приняв перед смертью схему с именем Макарий. Воронежский архипастырь был погребен в усыпальнице соборного храма. В 1831 году было обретено нетленное тело святителя Митрофана и совершено прославление его в лике святых. По молитвам у его мощей люди получали исцеление от недугов душевных и телесных. В Святогорской лавре в этот день престольный праздник. В честь трех святителей, в числе которых Митрофан Воронежский, освящен левый предел Свято-Успенского собора обители. Там же находится икона с частицей его святых мощей. Также в этот день почитается память преподобного Антония Опкинского в миру Александра Ивановича Путилова. Он родился в 1795 году в Ярославской губернии. Благочестивые родители воспитали сына в страхе Божьем и в духе строгого православия. В детстве и юности Александр был весьма тих, скромен и уже тогда почувствовал призвание к монашеской жизни. В 1812 году во время нашествия французов он оказался в Москве и попал в плен, из которого удалось бежать к родственникам в Ростов. Оттуда через некоторое время отправился в Рославльские леса, где уже пять лет подвязался его старший брат Тимофей, будущий игумен Оптиной пустыни преподобный Моисей. Однако привыкнуть к новой жизни было не так легко. Отец Моисей воспитывал нового послушника строго, безо всяких послаблений, поручая самые тяжелые работы. По словам преподобного, ничто его так не смиряло, как ежегодно, по нескольку раз в течение шести лет очищение от хужих мест и собирание по проезжим дорогам конского навоза для удобрения. Огорода В 1820 году на праздник Сретения Господня Александр был пострижен в монашество с именем Антоний. В июне 1821 преподобные братья отправились в Оптину пустынь и основали в ее окрестностях уединенный скит. Очистив от леса само место, пустынники построили небольшую келью и соорудили церковь во имя святого Иоанна Предтечи, а затем стали строить и братские корпуса. В 1825 году после назначения преподобного Моисея настоятелем Оптиной пустыни преподобный Антоний был определен начальником скита. В новоустроенный безмолвный скит с разных сторон стали стекаться мудрые в монашеской жизни и крепкие в духовных подвигах отцы. Один частый посетитель Оптиной рассказывал, что как-то впал в большое уныние и вдруг получает письмо от старца Антония, где тот утюшает его и советует почитать житие одного святого. Когда же он нашел это житие, обстоятельства, описанные там, в точности совпадали с теми, из-за которых он и не находил себе места. К добровольным трудам и монашеским подвигам преподобного Антония вскоре присоединился и крест тяжелой длительной болезни. В декабре 1839 года он был неожиданно назначен игуменом в Малоярославецкий Черноостровский монастырь. Прибывая по монастырским делам в столице, отец Антоний удостаивался архипастерского благословения и внимания митрополита Филарета. Видя раз за разом ухудшающееся здоровье Малоярославецкого настоятеля, святитель ходатайствовал об его увольнении на покой, и преподобный Антоний возвратился в любезную его сердцу Оптину постынь. В строгом подвиге он стал проводить свое новое жительство, отчего усилилась болезнь в ногах до крайности, они до колен были покрыты ранами и порой сильно истекали кровью. Многие, видя всегда светлое его лицо и слыша его оживленную беседу, не понимали, какого страдальца видят перед собою. В 1865 году, когда старцу исполнилось ровно 70 лет, после трехлетнего самоиспытания он принял великую схему. По его болезни, пострижение было совершено келейно настоятелем обители преподобным Исаакием. За 17 дней до кончины старец был особорован, приобщался святых тайн ежедневно и пребывал в непрестанной молитве. 20 августа 1865 года преподобный Антоний Оптинский мирно отошел ко Господу.